широкая как будто под пулемет хотя вот рпк ручной пулемет калачников вот она целью это у нас со 40 49 год вот эти вот не знаю как их обозвать вот видеть щечки есть она почему-то под ствол шире гораздо чем здесь да посмотрим итак всем привет приветствую на канале гансмейн лайф как вы поняли записание сегодня пойдет у нас речь о цевьях атака образных накопилось вот такое количество цель и одно время смотрел они все отличаются почему-то и так и искал в интернете информации вообще 0 то есть галек полный вот начал их осматривать ну соответственно это я снял а к 105 пластик его можно не обсуждать потом и вот основная вот эта вот часть меня интересует начал искать в принципе информации никакой то есть роликов вообще нету пришлось читать читать не особо люблю вот и в принципе начал читать смотреть анализировать и к чему я пришел ребят вот это вот цевьё отличается изначально от всех давайте посмотрим до широкая как будто под пулемет хотя вот рпк ручной пулемет калачника вот она цевьё она совсем отличается это идет уже тоньше здесь идет с какой-то железной так сказать пружиной фиксатором на база назовем вода продавалась она именно вот так как у рпк под железную ставку эта ставка торпика переделана на 12 сайгу сточенная смотрим она подходит все идеально только вот здесь как-то она смотрится не так в общем начал читать смотреть это цевьё происхождение 49 года это у нас а кс калибр 72 на 39 то есть он стоял как на а к 47 обозвем обозовем вот тогда назовем такого и а кс 49 года она без вот этих как обозвать щечек для удержания до ладони как вот здесь да вот видите щечки есть она почему-то под ствол шире гораздо чем здесь да посмотрим визуально вид надо замерять не буду смысла нету кому это надо вот визуально видно что она шире гораздо что поэтому цивил она номерное так чё у нас тут 58 84 может кто знает может кто служил с ним или может быть кто-то серию пробьет откуда происхождение этого это у нас акм автомат калашникова модернизированный 59 года вот видим да здесь есть отличительная черта железная такая вот скоба для лучшей фиксации вот здесь ее нету да видим просто штифт здесь ее нету может быть она и было вот здесь есть какой-то не за углубление может ее не вот такой цевьё вот это цевьё восстановленная покрашенная это у нас а к 74 74 года видим такую пружину под скобу уже нету углубления никакого под скобом а еще черта видите да что он в начальной производства а к не было подан тапку так сказать вот то есть везде есть служа с 59 года уже пошли они отверстия вначале их не было вот вот такая вот скоба ну это 100 серия шарка класс пластик они будем говорить это у нас рпк ручной пулемет калашникова переделанный под гражданскую сайгу 12 сточено обточено выемка вот такой вот он видите да тоже без щечек но он гораздо массивнее чем он не знаю изначально сравнить гораздо массивнее соответственно от отверстия чем-то похоже но здесь они уже не похожи вот видите да вот что по накладкам вот они накладки лежат это вот сорок девятый год накладочки эти 59 это рпк это у нас а к 74 они все все они стандартные почему не знаю неужели газоотводная крышка трубка у нас одинакового диаметра то есть подходит они взаимозаменяемые так сказать то что здесь вот видно что это у нас 40 40 год вот эти вот не знаю как их обозвать для охлаждения отверстия выемки они маленькие почему-то их практически незаметно и стерлись то ли что остальные в принципе принципе все одинаковые все одинаково вот захотелось мне снять это видео потому что информации вообще ноль в интернете никто ничто не обсуждает почему цель это разные по сути но они разные же сами упоры ствольную коробку не тоже разные он как-то так ребят оценивайте пишите комментарии где я был не прав обязательно пишите потому что чувствую что где-то подвох какой-то и и я его принципе не нашел но дерево мне больше нравится чем пластик я все переобувать буду переодевать в дерево практически 12 соевой занимаюсь ну вот сделаю также будет приклад я показывал прошлом видео он очень недоделанный там надо покрасить пружину найти там и антарки поставим дополнение это короче будет все видео вот так что комментируйте скорее все где-то я ошибся сто процентов не стесняйтесь пишите всем удачи всем пока до новых встреч и вот вам правда ж не сказка малышей карандаш до новых встреч до новых встреч